Кто станет лучшим молодым ученым республики? Я буду представить проект по разработке системы для поиска антибиотиков активных в отношении стафилопока. Мы просто улучшили то, что у нас было на предыдущих этапах и сделали более интересный проект. Нарушил ПДД – садись в тюрьму. Уникальная коллекция новогодних открыток в музее Казанского университета. Все, что выпускалось на территории Советского Союза, приходило к нам в библиотеку до 1956 года. Да и поэтому, конечно, это не подписанные открытки. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. Начался очный тур межрегиональных предметных олимпиад КФУ. На 13 февраля будут проходить состязания по 21 профилю. Победители и призеры получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в 2022 году в Казанский университет. В этом году заключительный тур олимпиад пройдет в 27 городах России. Подведены итоги заочного этапа республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан-2021». Среди финалистов – молодые ученые Казанского федерального университета. Все подробности в нашем сюжете. Региональное общественное движение молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, объединяющее более 20 тысяч молодых людей, с 2010 года проводит ежегодный конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан». Мероприятие реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана. Есть четыре номинации для аспирантов и четыре номинации для молодых ученых. Получается, в каждой номинации пять человек, из пяти человек выбирают, получается, три первых места. Отбор финалистов осуществляется посредством просмотра конкурсных анкет, включающих в себя информацию о заявленном проекте, а также сведения о достижениях и публикациях кандидатов на победу. В данном конкурсе я уже участвую, наверное, в третий раз. Дважды я становился финалистом конкурса. Надеюсь, что в третий раз мне повезет, и я стану дипломантом. Мой проект посвящен цифровому керну. Основная наша задача – это разработка программного продукта или керносимулятора, который моделирует и прогнозирует процессы нефтевытеснения из цифровых моделей пористых структур. Победители и призеры конкурса поощряются денежными призами. Каждый год состав участников становится все сильнее. Призерами и победителями данного конкурса становятся действительно уже маститы молодые ученые, некоторые из которых уже до 35 лет успели стать уже докторами наук. Некоторые участники презентуют проект, работа над которым была начата не один год назад. Например, Константин Усачев со своей командой ведут исследования с 2014 года. Я буду представить проект по разработке системы для поиска антибиотиков, активных в отношении стафилопока. Мы просто улучшили то, что у нас было на предыдущих этапах и сделали более интересный проект. Мы работаем в команде с коллегами из лаборатории и в нашей лаборатории работают физики, биологи, химики. Это позволяет нам все вместе реализовывать интересные проекты. Финалистами конкурса оказались и другие представители Казанского федерального университета. Очный этап состоится в формате, который включает видео-визитку, а также краткий рассказ о концепции проекта. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. На днях в России вступил в силу закон об уголовном наказании за нарушение ПДД. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В России вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Теперь после двукратного пренебрежения правилами следом за административным наказанием водителю может грозить и уголовная ответственность. Например, за превышение скорости больше, чем на 60 км в час. Или же выезд на встречку. Виновного ждет штраф в размере 200-300 тысяч рублей. Либо от года до двух лет принудительных работ. Либо реальный тюремный срок. А также лишение права управлять транспортным средством и занимать определенные должности. То есть за повторное нарушение правил дорожного движения в виде превышения скорости более чем на 60-80 км и за выезд на полустречного движения, уже будучи лишенным, третий раз совершает это преступление, вот тогда предусматривается уголовная ответственность. А если уже привлеченным к уголовной ответственности уже в четвертый раз заново совершает это преступление, то тогда ответственность наступает по части второй этой статьи, то есть лицом имеющим судимость в совершении данного преступления. То есть это за третье и за четвертое нарушение правил дорожного движения. Данный законопроект об ужесточении наказания для злостных нарушителей в третьем окончательном чтении приняла Государственная Дума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Отметим, что поправки уже внесены в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодекс Российской Федерации. Амир Ахтямов, Универньюз. В Татарстане была обнаружена птица-огарь, обычно не зимующая в нашей республике. Подробнее в следующем сюжете. Студенты и ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета принимают участие в проекте по изучению зимующих птиц России «Российская зима 2021-2022». Во время наблюдения в республике Татарстан была обнаружена птица-огарь, обычно не зимующая в нашей полосе. Происхождение этой птицы конкретное и очень понятное нам. Это на территории зоопарка нашего эти гогари почти ведут такой свободный образ жизни. Они свободно перелетают. Но дело в том, что они еще у нас вот так вот свободно не зимовали в черте города. Однако вот в этом году этот факт у нас уже отмечен. Так что эта птица не прилетела откуда-то либо. Это птицы, так сказать, наши зоопарковские, которые просто расселились вот на протяжении последних лет. Данный проект проводится давно. Раньше он касался только локальных регионов, а сейчас приобрел и всероссийский масштаб. Цель мероприятия – это привлечение внимания широкой общественности к природе своего родного края, а также получение интересных сведений о том, какие пернаты и каким образом зимуют в том или ином регионе. Птицы, которые остаются у нас на зимовку, это из числа перелетных имеется в виду, это как раз те самые виды, которые в условиях города Казани, в условиях городов вообще могут находить себе пропитание. Вы знаете, что многие птицы перелетные улетают в теплые края, не на юг, а именно в теплые края, не потому что им холодно, температура тела птиц выше 40, поэтому они не мерзнут. Они улетают по причине отсутствия корма. И поэтому, естественно, в первую очередь наличие корма и предопределяет, то птица сможет зимовать или нет. По словам эксперта КФУ, по результатам наблюдения прошлых лет, дроздов-рябинников в Казани наблюдалось значительно меньше, а сов, наоборот, было больше. Отметим, что в данном проекте может принимать участие любой желающий. Для этого нужно размещать свои фото или видеоматериалы, которые будут проверены экспертами и использованы в научных публикациях на основной площадке проекта «Российская зима 2021-2022». Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. В фондах научной библиотеки Казанского федерального университета хранится коллекция новогодних открыток. Об истории не только. Смотрите далее. Новый год невозможно представить без поздравительных открыток. Если сейчас их можно найти в каждом магазине, то во времена Великой Отечественной войны они были не так широко распространены. Самая ранняя открытка, хранящаяся в научной библиотеке имени Николая Лобачевского, датируется 1944 года. В те времена мало кто занимался коллекционированием. Большинство открыток, если сохранилось, то уже подписаны со штампами, печатями почтовых ведомств. Такие вот открытки были очень популярны в этот период. Не случайно на обороте их здесь есть и стихи, напечатанные от имени детей своим папам. Как можно было еще не умея читать и писать ребятам, написать своим родителям, своим папам на фронт, подписать просто свое имя, например, или даже фамилию. На изображениях отсутствует символ Рождества, ведь Новый год в советское время был исключительно светским праздником. Могут встречаться символы СССР, серп и молот, красные флаги. Все, что выпускалось на территории Советского Союза, приходило к нам в библиотеку до 1956 года, и поэтому, конечно, это не подписанные открытки. Большая часть открыток у нас именно из фонда профессора античника, как мы его называем, Аркадия Семеновича Шуфмана, который, конечно, был зачинателем такой античной школы. Очень много учеников у нас сейчас, большой интерес к этому фонду. Будучи античником, профессор Казанского университета Аркадий Шуфман вел активную переписку не только научную, но и дружескую. В его фонде сохранились новогодние открытки 1950-80-х годов от друзей и коллег. По словам Эльмира Мирхановой, уникальность советских открытых в том, что на рисунках изображали успешное завершение трудового года. Отметим, что в позднесоветские годы был всего один праздничный день – 1 января. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!